Мероприятие «Белая трость» Я думаю, что это станет нашей доброй традицией. Ежегодно мы будем вспоминать об этом дне и обязательно проводить что-то интересное. Вообще, трость – это не только символ незрячих людей. Это их инструмент – глаза. Звуки от удара трости от тротуара или мостовую позволяют им услышать окружающее пространство. Особое внимание проблемам разных категорий граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в своей работе уделяют депутаты-единороссы. Данное мероприятие несет своей целью то, чтобы больше было внимания проблемам слабовидящих, незрячих людей. Они все-таки живут в ограниченном пространстве, без красок, без картинки. И наша задача, как депутатов, привлекать к этому внимание и решать проблемы, которые есть у людей данной категории, чтобы им жилось все-таки легче. Очень приятно, что сегодня власть, люди и большая часть строительных организаций добросовестно относятся к людям, которые имеют даже небольшие отклонения для того, чтобы посещать сегодняшние библиотеки, школы, культурные центры. Среди участников концерта – хор русской песни «Околица» и ученики Одинцовской детской школы искусств «Классика». Мы являемся частыми гостями, чему очень рады и благодарны за приглашение. Сегодня такое же замечательное мероприятие. Хотелось бы привлечь внимание к данному вопросу и как-то поддержать людей с вот такими проблемами в жизни. А сотрудники Одинцовской госавтоинспекции в целях предупреждения несчастных случаев на дорогах всем участникам мероприятия вручили светоотражающие элементы и памятки. «Будем соблюдать правила дорожного движения? Ура! Будем! Пожалуйста! Давайте, берите, пожалуйста. Это наклеивать на верхнюю одежду. Пожалуйста, еще раз обращаюсь к вам. Соблюдайте правила дорожного движения». Елена Краева, Ферит Хайрединов, телекомпания «Одинцова». «Одинцова»